друзья всех приветствую лада гранта у нас опять вся та же таком же прекрасном виде на улице очень холодно уже где-то градусов я посмотрим насколько показывает минус 12 градусов но ветерок и поэтому машине очень тепло и комфортно 79 градусов это у нас температура охлаждающей жидкости 13 зарядка 84 средний расход у нас при средней скорости 27 километров в час вполне нормальные допустимые показатели машине тепло работает климат очень комфортно принципе кто говорит что машина не то пускай ходит и ездить на трамвае троллейбусе или на другом автомобиле пока что у нас все устраивает хорошая погодка подморозила грязь наконец прекратилась а то было слякоть сырость надоел такой степени что уже невозможно легкий морозит всегда это подсушит всегда приятнее у нас зимняя резина дамлоп без шипов липучка понравилось мне в последнее время я последние лет десять только езжу на такие на такой резине без шипов мне это очень устраивает я уже привык приспособился не надо это больше комфорта чтобы они конечно дают ну когда ездишь по асфальту постоянно то в принципе не так комфортно себя чувствуешь на шипах а так приспособиться можно к любой резине в принципе главное правильно все воспринимать адекватно все эти прогазовки повороты торможения без фанатизма как говорится коробка подвывает но уже как говорится ничего страшного от этого уже как говорится не избавишься альтернативы в этой ценовой диапазоне машина просто не существует то что говорят там всякие заголовки статей там митубиси привезла в машину конкурента лата гранта за миллион семьсот начальная базовая комплектация о чем они вообще думают чтобы писать такие заголовки как какие миллион семьсот у кого есть миллион семьсот тут про ладу гранта даже и не думает у лада гранта конкурентов нет не будет вообще просто у новой машины до миллиона нет таких машин у нас и не было доступнее автомобиль еще не существовал вообще природа не придумал никто но бушные наварки конечно есть еще такая категория людей от нее как говорится не это не уйдешь вот даже перед нами едет представитель в таком же наверное ценовом сегменте примерно но расходы на его содержание эксплуатации каждодневной говорят наверное совсем в сторону этого автомобиля согласен комфортно прикольно иномарка но есть некоторые но вот я уже 2 3 можно 3 3 года буду ездить вообще не знаю даже не думаю что у меня что-то сломается а на этой машине будешь постоянно в напряжении насильный дальняк на ней я не знаю как поедешь можешь поехать но с приключениями потому что непредсказуемая эта штука вообще как ее эксплуатировали после пяти владельцев каждый давал на ней какое-то это что-то скрывал почему он ее продавал покатался продал покатался продал покатался вот так и ездит на этих иномарках согласен ее можно приобрести покататься какое-то время и продать но на дальнейшую эксплуатацию на года такие машины очень сложно содержать тем более в условиях запчастей непонятных вообще поставок сервисов это будет своего рода такое удовольствие поэтому я пока предпочитаю ездить спокойно без нервов на непрестижной ладо гранте мне престиж вообще до одного места как говорится понты кидать уже перед девками нету необходимости меня устроит моя жизнь надо быть тем кем ты есть а не сделать из себя вид создавать чем ты не являешься на самом деле я легко могу купить такую маш продать грант и купить такой автомобиль но это уже дело молодых они любят мне эти эксперименты жизненные уже не интересны я уже прошел эту эту школу кстати вот на встрече проехала такая же машина вот как смотришь одни вот такие иномарки вокруг туда-сюда и едут очень интересные явления не они как они не